Так, ну что, поехали! Привет, привет! Еще раз тыкну, чтобы немножко экран настроился. Ну как вы себя чувствуете после тренировок, после недели тренинга? Расскажите-ка мне, как у кого самочувствие и состояние? Добрый день! Добрый день, герои! Реально герои? Как прошла адаптация к... Давайте разберем вопросы, вы мне будете отписываться, я буду примерно смотреть, кто как что справляется. А как у вас прошла адаптация к питанию? Тяжко было влиться, вклиниться? Ломка была? Ничего не болит? Привет! На тренировку, отлично! Что умру? Потом стало легче, мышцы болят пипец. Счастливый зомби! Отлично, хорошо, легко, кому-то тяжело, кому-то легко, да? Хороший, 5 дней, полет нормальный, хорошо. Блин, конечно, стерпимы нагрузки, потому что, конечно, каждый день тренинг очень объемный, понимаете? Это как, знаете, попасть в тренировочный лагерь. Вот вы сейчас можете представить, что вы в таком своего рода тренировочном спортивном лагере. 30 отжиманий и 10 прыжков. А потому что, что, тебе надо было 30 прыжков и 10 отжиманий? Если бы я 30 лягушек вам сделал, вы бы все умерли сразу же. Отлично! Ага, все нормально, питание тоже хорошо, отлично. Ну, тяжковато, ну, конечно, тяжковато, малышня. Никто не говорил, что будет легко, потому что взять себя в ежовые рукавицы и действительно заняться своим питанием, да, это очень-очень тяжело, потому что переходится перестроивать себя в первую очередь психологически. Да, после 6 можно вообще после 6 кушать. У вас последний прием еды за час до сна. Куриного бульона, именно бульона, жидкости, ну, грамм 150 точно можно. Конечно, питание это режим, это очень тяжелый режим. Дисциплинировать себя с питанием, для того, чтобы оно вошло в норму, в режим, действительно, нужна сила воли, нужно время. На это все нужно время, ничего просто так быстро не дается. Калининград. Если домашнее делать, то результат будет. Ну, конечно, по-любому будет, если вы держите питание, тут как ни крути, хочешь, не хочешь будет. Частое питание тяжело. Конечно, тяжело, потому что организм еще не привык, обмен веществ заторможен. Пока обмен веществ заторможен, поэтому будет тяжело питаться через каждые 3 часа, потому что, во-первых, он не успевает израсходовать, потому что, понимаете, это как вот сравнить, машина медленно едет, да, и машина быстро едет. То есть, получается, когда вы медленно едете, да, вы долго будете добиваться своей цели. Когда машина уже быстро едет, естественно, это как в формуле 1, да, чем ты быстрее гонишь, тем результат будет и быстрее по времени, да. Вот, то же самое, метаболизм – это как 2 машины. Одна медленно едет, да, другая очень быстро едет, вот. Дубльница, отлично. Так, смотрите, итак, с сегодняшнего дня мы, точнее, уже с понедельника, завтра у вас разгрузочный день, сейчас после прямого эфира я сразу же вам закину рацион питания на завтра. Завтра у вас будет разгрузка. Разгрузка только у тех, кто худеет. Только у худеет. Только кто худеет. Те, кто поддерживают рацион, остаются на том же рационе, менять ничего не надо, нужно адаптироваться. Те, кто набирают, мы прибавляем в рацион, у нас там было 80 углей, мы прибавляем в рацион, до 100 поднимаем. Работаем 100-100. Те, кто работает на набор массы, переходим, это как бы рацион, увеличиваем, порции тоже увеличиваем 100-100. Запишите сразу же себе 100 углей в готовом виде, 100 белка в готовом виде. Каждый раз кушать. Все остальное по овощам, все это остается. У вас здесь более чуть проще, нежели для нас, для тех, кто, как говорится, хочет похудеть и сбросить лишние килограммы, так сказать. Вот, естественно, важным фактором для того, чтобы сбросить лишние килограммы, нужно не просто сбросить лишние килограммы, нужно и привести форму тела в подобающий вид, так сказать, да. И, естественно, очень многих присутствуют целлюлитные отложения, да. С ними надо тоже бороться. И благодаря именно питанию мы, как бы, потихонечку-потихонечку от них будем избавляться от этого. Вот. Нет, торта нельзя. Машку боюсь делать, особенно сидя стульчиком у стены. Ничего страшного. Это, как говорится, знаете, глаза боятся, руки-ноги делают. На самом деле поговорка очень хорошая. Итак, продолжать дальше по питанию и перехожу к нам, те, кто у нас будет, продолжает худеть. Мы на следующей неделе с понедельника с вами переходим на белково-углеводное чередование. Здесь будут частично белковые дни, высокоуглеводные дни. То есть мы постоянно будем организм в состоянии стресса легкого такого вгонять. То есть сначала ограничивать его, зажимать в определенных, да, чтобы он максимально расходовал, что у него есть. Потом один день мы будем его скидывать максимальное количество углеводов. То есть высокоуглеводный день для того, чтобы выработка именно и гормон роста выплескивался у вас, для того, чтобы обмен веществ поддерживался, у вас была работоспособность. Вот. А с понедельника я, точнее даже с сегодняшнего дня, я буду вам каждый день уже бросать примерное питание. Вот. То есть, ну, рацион на день, что вы должны будете есть. Понятно? А чтобы... Сейчас еще раз так настроиться. Все, блин, а камера, блин. Вон, блин. Чтобы вы не запутались, потому что белково-углеводное чередование немножко замудренное питание. Можно и запутаться где-то, и потеряться в днях, так сказать. Вот. Поэтому в белково-углеводном чередовании у нас будет три дня чисто сушки. Это только на белках мы будем о дених и овощах. Один день на высокоуглеводке мы будем с вами. И один день мы будем на сбалансированном дне. То есть, когда у нас и углеводы в норме будут, в порциях, и, так сказать, по белкам у нас будет средняя такая, средняя норма идти. И снова после этого мы опять будем переходить на белковые дни с вами. Вот. Это у нас будет с вами две недели. Две недели мы так вот будем сидеть. Последнюю неделю марафона мы будем с вами жестить. Будет тоже белково-углеводное чередование, но у нас будет пять дней сушки. И из пяти дней сушки уже в конце я буду скидывать вам питание, вы будете 3-4 дня, я вам скину потом это все, вы запишите, вы будете плавно выходить из этого, добавляя в свой рацион углеводы. Для того, чтобы, закрыв марафон, у вас не было взрыва по весу. То есть это сейчас белково-углеводное чередование помогает именно благодаря высокоуглеводным дням поддерживать ваш вес. То есть чтобы потом он у вас как бы не взорвался, понятно, чтобы не набрать. Это от такого своего рода удержания идет. Протеины. Все по протеинам я расписала, есть в посте, девочки. Настроение от такого питания пользуется, естественно, потому что потребление углеводов ограничено. А углеводы – это наша глюкоза, легкие углеводы, сахар и глюкоза, которые поднимают нам настроение и работоспособность. Естественно, настроение это будет влиять, потому что любое ограничение по углеводам, по глюкозе будет влиять на центральную нервную систему. Центральная нервная система у нас будет отвечать за наше состояние, работоспособность и, естественно, за настроение. Не есть можно совсем после обеда. К чему это вообще? Зачем? Вы хотите на голодуху сесть? Не вижу смысла. Только пагубно будет влиять на здоровье. В дальнейшем можно ли питаться чреваем? Да, конечно, конечно. Да, каждый прием пищи 5-6 раз в день, 100 углеводов в готовом виде, 100 белка. ВЦА принимать за 30 минут до тренировки и сразу же после. Девочки, если температура 38. Ну, девочки, ну что вы прям реально, как дети малые. Прекрасно понимаете, если температура 38, какие тренировки? Вы должны лежать уже, восстанавливаться и лечиться. Вот. Сколько я скинула КГ с вами? Несколько. Я, потому что у меня рацион идет на поддержание веса. Я очень сильно загружаюсь белками и углеводами. Но при этом, при этом я, то есть я высыхаю очень хорошо. Да, все это можно. Я же написала, девочки, читайте внимательно в постах, которые есть в аккаунте марафона. Обязательно знакомьтесь с ним. Все написано по желанию. По граммам высчитываю, но похудел на 4 кг, а сантиметры не ушли. Качество тела будет меняться. Качество тела, пропорции сами. А чем можно заменить курицу? Опять же, девочки, весь список продуктов, которые есть, есть также в посте. Это у нас курица, индейка, рыба. Заменяйте, к примеру, стрючковая фасоль. Морепродукты есть. То есть очень-очень много вариантов. Соевое мясо. То есть дофига всего. Есть в сутки 50 грамм. Смотря на что, я не понимаю, вы уточняйте, 50 грамм в сутки вы на набор массы или на сбрасывание идет? Грибы белые можно, да. Коровку по-корейски. То есть морковку по-корейски. Естественно, если она сделана без масла, никакого масла можно. Чего тебе надо? Да. Сутки я чередую каждый месяц. Каждый месяц, поэтому у девочек постоянно вес держится, они не набирают. Лучше углевод. Спасибо. Тофу, сыр можно? Чуть-чуть. Чуть-чуть можно, да. Можно же похудеть. Да, вы похудеете, но не так, возможно, как вы планируете или как мечтаете, к примеру. Да, вы чуть-чуть схуднете, но вес потом снова встанет и как бы движения не будет. Да, стричковая фасоль к белкам относится, да. Как поднять настроение? Смотри на себя в зеркале. Ты – это главный мотиватор для самой себя, как говорится. Печенье овсяное? Нет, нельзя. Естественно, оно с сахаром делается. Если вы делаете сами овсяные печенки, к примеру, в духовке, да, надо будет для вас сделать, наверное, показать, как делаются овсяные печенки. У меня Свет очень хорошо делает овсяные печенки. Чуть-чуть, прям щепоточку мы добавляем, немного изюма, в духовке запекаем, именно прям круто получается. Слабала мизинец ноги. Что-то я где-то говорила про мизинцы вроде бы. Те, кто на поддержании веса, на четвертой неделе будет сушка, смотрите, вы идете на поддержание веса. О какой сушке вы говорите? Если вы сейчас выйдете на сушку, вы сбросите и потеряете вес, понимаете? У вас сушка совершенно другая вообще абсолютно. Своих котов, да их они тут разбежались по всей квартире. Какао без сахара можно, без молока только все. Печенки. Пышных сладостей. Шашлыки жрут, то воду. Ну, во-первых, смотри, шашлык, если он из говядины, его в принципе можно кушать, если это шашлык из говядины. Готовишь курицу с грибами? Спасибо, спасибо, правильно, готовьте. А если мне худеть не нужно, а подкачаться, мне нужна ваша диета. Если вы хотите подкачаться, то нужно на набор массовом питаться. Курагу только с утра прям чуть-чуть можно, потому что тоже сладкое. Кого успеваю, я читаю и отвечаю сразу же, потому что очень-очень много вопросов. У меня вот так вот все листается. Замороженные ягоды можно, кофе можно. Рита, кофе можно два раза в день? Кофе можно, я не ограничиваю вообще в принципе. Блинчики хотим. Блинчики будут на следующей неделе. Горбушу, да, можно, но немного, потому что все-таки она тяжеловатая, рыбка. Вот, и если вы еще вдобавок употребляете омега-3, рыбий жир, да, то есть дополнительные полезные жиры, то на рыбий жир, как бы на рыбу потом может аллергия быть. Что можно кушать при тренировке? Как обычно, обычный прием еды за час до тренировки. Риты, перечислили, сладкое нельзя, мучное нельзя, жареное ничего нельзя. Все, в принципе. На гриле можно, мандарины, они относятся к фруктам, к фруктам, все фрукты, мандарины, апельсины, яблоки, киви, фигиви, вот это все, ну, вы прямо как детский сад, реально. Скумбрия довольно-таки чуть-чуть жирноватая, вот, но чуть-чуть, чуть-чуть ее можно, чуть-чуть, раз в день, раз в два дня можно. Все морепродукты, я же назвала морепродукты, кунжут можно чуть-чуть. Молочка будет вам добавлена в высокоуглеводный день, и то чуть-чуть прям. Если я сейчас вам добавлю молочко после вашего питания, у вас очень сильно задержится вода. Лучше комплекс пить омега-3, 6, 9 комплексом. 150-100 грамм. Смесь готовая лежит, но там цельнозерновая мука в составе, такую можно покупать, или чистый изолят, лучше, лучше чистый изолят. Вместе с хондроэтином и лучше отдельно. Я вместе с хондроэтином пью, абсолютно нормально идет. Фрукты до 16,00, да. У меня аллергия, я икру красной ложками ем, ну, ради бога, может, у тебя просто тогда недостаток самого витамина. Бананы только с утра. Более богатые, насыщенных жиров больше. Путасу можно, да. Постоянно говорит, можно. Брюшко лосося. Лосося можно. Но опять же, чуть-чуть, не больше даже 100 грамм, потому что жирные очень. Бананы, бананы, да. Да, завтра у нас разгрузочный день, завтра у нас будет овощи и пару стаканов кефира. Ну, реально, вот вы, девочка, вот реально, вы сидите, просто перечисляете мне весь абсолютно ассортимент магазина. Понимаете? Это очень глупо, на самом деле. Читайте, пожалуйста, очень внимательно посты, которые я выложил. Я не просто так сидела, вот, простите, выражусь, немножечко дрочилась. Писала вам продукты, списки полностью, расписывала, разжевывала. И получается, вы все равно задаете те же самые вопросы, когда есть все в посте, все написано. На масляницу икру можно не больше 100 грамм, точно. Прям вообще чуть-чуть. Времени до сна можно делать тренировку вечером. Ну, во-первых, высокоинтенсивные такие тренировки, они очень, как бы, возбуждают центральную нервную систему, что потом можно, в принципе, не уснуть. Желательно, ну, хотя бы за часа три до сна. Ну, вот, я вот, по крайней мере, так считаю, потому что у меня очень сильно возбуждает центральная нервная система, и ближайшие полтора часа я точно спать не могу. Не пей, значит, кефир. Лазанью, смотря что там в ней. Нравится голос у меня, слушайте, вот поэтому вы перечисляете, да, весь ассортимент магазина. Красотки. Блин, омега-3 я не взяла, у меня там в комнате стоит. Холодец, если вы делаете из куриц и говядины и заливаете желатином, конечно же, можно. Финики только один-два с утра, чисто для пищеварения. Рита, а ты рюкзаки носишь? Ношу, почему нет? Да, ношу рюкзаки. Мне иногда очень удобно с рюкзаками, да. Ну, конечно же, я вам завтра распишу, вы просто время будете, я вам распишу все по времени. Ваша задача просто подстроить под свой график, и все. Да, я тогда, Светик, придет, я и скажу, что у нас задача поделиться с вами рецептом овсяных печенок. На самом деле, с утра, к примеру, да, вместо, чтобы не есть овсянку, да, вот эту вот, я называю ее блевошка, я периодически съедаю как раз вот пару печенек. Я просто взвешиваю печенек, я взвешиваю, например, 100 грамм вот этих печенек, да, в готовом виде, и съедаю просто с кофе. Вот, пожалуйста, потребление углеводов, как бы медленных, уже есть. Платье я ношу, вы что, с ума сошли? Я, походу, на трансфеститы, если я одену платье. Нет, не ношу, ну, во-первых, потому что мне некомфортно, я себя чувствую неуютно, и я просто не вижу смысла, зачем мне носить то, что мне не нравится. Это то же самое, если я вас буду заставлять одевать берцы и говорить, блин, это так круто, это так модно, надо носить. А ты такая будешь говорить, крутить, Рик, ты что, с ума сошла, зачем? Я говорю, надо, так красиво, так принято, понимаешь, а тебе не будет нравиться, тебе не будет комфортно, ну, то же самое. Да, девочки, на самом деле, научиться правильно питаться, это, как говорится, ну, процесс не быстрый. Это нужно постепенно, во-первых, перестраивать немножечко свой режим, перестраивать свое мышление, сознание под это, понимаете? Потому что, к примеру, вот смотрите, вот у нас, к примеру, есть определенные вот калории в день, да, ну, к примеру, я скажу, вот мы должны стандартно, поддерживая вес, к примеру, съедать там полторы тысячи калорий в день. Ну, к примеру, тысяч пятьсот, золотая седина, там тысячи триста до тысячи пятьсот, да, калорий в день. По большей части все, что именно думают, какое идет мышление у человека. Так, ага, тысяча триста тысяч пятьсот калорий, пошла, короче, с утра, с утра что происходит, такая, ага, сейчас я съем два тостера, к примеру, с сырочком, да, это столько углеводов будет, ой, это столько калорий, калорий будет такая, ага, сожрала, к примеру, ага, 300 калорий, зашибись, ладно. А в обед такая, ага, съем-ка я творог, ну, фиг с ним, с яйцом одним, да, ага, творог съела, столько калорий, такая, ага, столько же калорий осталось, да, ты сидишь высчитываешь, сколько калорий у тебя осталось, понимаешь, я рассказываю мышление, как оно идет, сколько калорий у тебя осталось. Дальше такая, ага, скушаю-ка я сейчас здесь вот салат, а вот тут какая, скушаю чашечку борща, он вот написано столько калорий, да, ага, съела салат, съела чашку борща, неизвестно, на чем он готовлен, но если хорошо, если ты сама сготовила, это вообще отлично, вот, а если, к примеру, ты где-то скушала, ага, съела, ага, ты такая смотришь, 1200 калорий, блин, у меня осталось еще 300 калорий, круто, я вообще могу съесть, получается, что, три приема еды так, на вскидку ты уже съела. Поехали, четвертый прием еды, всего лишь четвертый, а у нас минимум четыре мы должны делать, минимум четыре приема в день, ну вот, понимаете, хорошо, ладно, добила там, фиг с ним, 300 осталось, такая, а, скушаю-ка я 80 грамм спагетти, пасты, что-нибудь, может быть, чуть-чуть пармезанчиком посыплю, волшебным пармезанчиком, да, она такая, ага, все, молодец, отлично, проходит время, да, возможно, ты сколько-то сбросила, и тут начинаются проблемы с кишечником, или кожа начинает сохнуть, ну, ты чувствуешь изменения есть, ты похудела, это круто, ты будешь худеть, потому что калории, ты укладываешься в ней, да, ну, тут начинает кожа сохнуть, что-то волосы какие-то странные стали, а почему это происходит? Потому что очень многие не относятся к калориям, как сказать, как к жизненно важному составляющему функционирования организма, то есть, из вот этих калорий, вот эти все калории, они должны быть богаты всеми микроминералами, элементами, витаминами, понимаете, аминокислотами, а что у нас обладает большим запасом и большим концентрацией вот этих витаминов, это медленные углеводы, греча, рис, понимаете, овсянка, все крупы, которые содержат богатый витаминно-минеральный комплекс, понимаете, вот, и мало того, они относятся к числу медленных углеводов, которые постепенно разгоняют наш обмен веществ, вот, поэтому и получается, что вы вроде бы едите правильно, а что-то не так происходит, кожа сохнет, что-то с волосами не то, понимаешь, а ты говоришь, ну я же вроде правильно питаюсь, да, вот, вроде бы правильно, но получается, если мы залезем глубже, получается, что частично и неправильно, вот в чем дело. Если 4 дня заниматься, а 3 пропустить? Ну, смотри, ну в любом случае эффекта какой-нибудь да будет. Да, да, можешь 150 кушать, можешь 150. Гликемический индекс не подходит. Всем, кому интересно, можете ознакомиться с гликемическим индексом продуктов. Кто такой гликемический индекс продуктов? Это степень усваиваемости организма, именно продукта и на расщепление его внутри, то есть вы потребили, он же не сразу все пошло, вы его потребили, организм принял, что он дальше начинает? Расщеплять все, он начинает распределять все, что ему нужно, да, то есть, и все зависит от того, к примеру, почему нам необходимо потреблять именно медленные углеводы, потому что они тяжелые, понимаете, вы заставляете, когда вы скушали организм, работать, работать, то есть не просто, вот, к примеру, мы съели булку, в ней содержатся быстрые углеводы, он потребил, а, есть, все, закинул, все, быстро раскинул, все, он опять есть хочет, понимаете, и вы такие, блин, чаек бы с конфеткой выпить, такие, ладно, выпиваем чаек с конфеткой, опять, о, сладкая глюкоза, разложил быстренько, все, ему не надо работать, он не думает, когда мы потребляем медленные углеводы, поэтому они называются медленные, вот, он такой получает их, это, знаете, это как для него построить дом, то есть для вас, мы же дом строим медленно, происходит процесс, по кирпичик, по кирпичику складываем, так ведь, для организма это то же самое, вы съели гречку, к примеру, или какую-то крупу, он получает ее, и он начинает работать, он начинает строиться, он начинает все переваривать, работать, 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 и благодаря тому, что мы маленькими порциями закидываем ему, он постоянно, постоянно находится в процессе работы, понимаете, и для того, чтобы ему, к примеру, вот это переработать, ему нужна энергия, и эту энергию, к примеру, он будет брать оттуда, откуда он, к примеру, уже отложил это, для того, чтобы работоспособность была, а учитывая, что вы тренируетесь, ваш расход калоража идет еще в два раза быстрее, да, то есть, к примеру, больше, вот, естественно, ему не хватает для того, чтобы, блин, вы кушаете, а ему работаете еще, помимо того, чтобы потренировались, израсходовали калории, да, ему приходится вот отсюда, отсюда, там, откуда и там, из жопы, там, брать вот то, что он отложил, понимаете, запасы для того, чтобы у него были силы работать, понимаете? Девочки, продукты не будут какие-то фельдеперсовые, вы сразу закупитесь крупами, овощами и мясом, все. Желательно, смотрите, читмил, как читмил, что это такое, опять же, давайте углубимся в терминологию читмил. Что такое читмил? Это такой обманный день для организма, когда вы закидываете, что хотите, но при этом это один, один прием еды. Когда я работаю со своими подопечными, уже, к примеру, персонально, я разрешаю делать читмил один раз в месяц, но до тех пор, пока вы не приведете себя в порядок, в форму. То есть, к примеру, я в данный момент сейчас как питаюсь? Я неделю держу питание, один раз в неделю я разрешаю себе сделать читмил. То есть, разгрузку. Почему? Потому что я поддерживаю свою форму. Мне не надо высушиваться на соревнования какие-то, мне главное поддерживать вот эти данные формы и не разожраться. Так ведь? Вот. Пока мы еще не в прекрасной форме, так вырвемся, да, к примеру, если, да, и мы все равно хотим худеть, то раз в месяц желательно делать такой обманный маневр. Почему делать необходимый? Вот для того, чтобы вы расслабили свою центральную нервную систему, психологически разгрузились, понимаете? И за один прием вот этот ничего страшного не будет. Овощи, в принципе, все можно. Варим, парим, тушим. Вот у меня вот в пароварке, ой, вот в пароварке у меня здесь брокколи, цветная капуста и фасоль, стручковая фасоль. То есть, на пару сделала. Просто посолила, просто посолила, сделала на пару. Но, ну, пока сушимся нежелательно, потом на поддержание питание можно будет. Так, сейчас пару секунд подвисла. Вот, поэтому суши можно, нет, нельзя. Целлюлит, смотрите, почему, к примеру, да, дальше, смотрите, вот очень многие, кто начал, например, с большого пароварка, у кого есть целлюлит, да, вы начали худеть, да. Очень многие написали мне, я начала худеть, все отлично, но целлюлит вылез. Конечно, он вылезет, понимаете? Что такое целлюлит? Вот, знаешь, вот как они на что похожи? Ну, вот, я выражусь, вот такие вот бабочки. Они же жесткие, жесткие. Для того, чтобы, к примеру, его расщепить, вот эту жесткую жировую, ну, например, клетку, я выражусь, жировую, вот это отложение, ему нужно ее расщепить. То есть, понимаете, что нужно приложить, вот раскатать ее нужно. Почему поэтому массаж необходим? Чтобы раскатать ее для того, чтобы ее расщепить сильнее, для того, чтобы организм ее пережег. Естественно, они, целлюлит сильнее вылазит, когда выходит вес, потому что он берет оттуда, откуда легче всего взять и потребить, так сказать, пустить в расход, да. А так как целлюлитные отложения – это концентрированные жиры, да, то есть они уже такие жесткие, ему тяжело их, естественно, он не сразу их будет брать. Он их будет брать постепенно, когда уже резервы и запасы истощатся у него. Поэтому почему я всегда говорю, когда вы тренируетесь, необходимо прибегать к массажам, именно, особенно если у вас целлюлит есть, именно на эти зоны. Вот, либо там какие-нибудь перчатки такие, растирайте эти места, раскатывайте их как можно сильнее, для того, чтобы просто их вот просто растереть. Вот, растереть, расщепить, для того, чтобы организм легче их начал забирать и пускать в топку, то есть, понимаете, в расход. Вот, вот. Ну, то есть, я, понимаете, я не разговариваю с терминологами, я говорю прямо вот как есть это. Вот. Овсяна, блин, можно. У мужиков нет целлюли, потому что у вас дохрена тестостерона. Отлично. А как пить воду во время тренировки и после тренировки? Баланс по воде я не запрещаю. Во время тренировки, так как у нас очень высокофункциональный тренинг идет, иногда, вот, как сегодня интервальная была, да, вообще периода отдыха, в принципе, не было. Поэтому смачивать рот. То есть, смочили ротик, глотнули воды, да, немного, не нахлебываться, иначе вот эта вода, она будет бульк-бульк-бульк прыгать. Особенно, когда, если будем упражнения на пресс делать, вода может попроситься обратно. Если у нас более преимущественно силовые тренировки, когда у нас есть, мы работаем по подходам, а между подходами у нас интервал отдыха, то там можно прямо сделать хороший, например, глоток воды выпить. А так, баланс по воде, то есть, я не запрещаю никогда пить. Печень тяжелая по усваиваемости, очень будет загружать кишечник, нет. Ради бога, если у вас нехватка по этому витамина, конечно, можно. Малочки, вак. Ну, а то кто как делает, на самом деле, избавляется от целлюлита, потому что, на самом деле, способов и методов для устранения целлюлита и разбивки его очень много. Фрешки какие, до скольких часов можно? Фрешки, да любые фрешки из, я не знаю, если вы делаете овощные какие-то фреши или делаете фруктовые фреши, естественно, если это фруктовые, то это вы понимаете прекрасно, что это фрукты. Вы выпиваете до того времени, которое может, то есть, до трех часов, к примеру, да, выпиваете. Если это овощные, то в любой момент можно потребить концентрацию клетчатки, и все. А украшения, да, ношу у меня, вот, подвеска, ну, сережку-то я всегда ношу, и бывает летом, да, я одеваю подвески. Кожа, что за вопрос? Разного не могу разобраться. Рита, ответишь, где Рит, если напишу? Пиши на мою, пиши лучше мне в WhatsApp тогда. Перебор белка не страшен, начнем с того, что у вас белок расписан порционно, так сказать, взвешено в граммах. Нет, если вы будете перебирать по белку, ну, начнем с того, что вы не съедите столько белка, чтобы по нему перебрать, понимаете? Вот. Если бы я вам написала есть каждый прием еды под 150-200 грамм белка, ну, я думаю, вас бы, вы бы уже давно стошнило бы от него. Но, во-вторых, я никогда это не распишу, потому что так нельзя. Друзья, часто днем очень хочется спать, ну, потому что истощение идет своего рода. Рис можно, да, ношу браслеты. Пояс, смотря какой пояс. При трених левый бок болит, может быть, поджелудочная немножечко нагружается. Я на подержание вес пошел вниз, значит, жировая начала уходить, вода начала уходить. Рацион чуть-чуть увеличь, увеличь дозировку по питанию на грамм 20 увеличить теперь свое питание. То есть, если на набор я сейчас сделала 100-100, то у вас на подержание сколько было? На подержание у вас было вроде бы по 40 грамм, сейчас скажу я вам. Сейчас я вам скажу пару секунд, насколько на 20 грамм точно увеличивать. Сейчас найду, сейчас сбрасываю. Так, те, кто держит вес, у вас 40 грамм углей и 80 грамм белка. Смотрите, те, кто держит вес, запишите, вы увеличиваете на 20 грамм. Давайте вообще сейчас начнем. 70 грамм у вас будет углеводов и 100 грамм будет белка. Те, кто набирает вес 100 грамм углеводов, и давайте до 120 доберем белка. Вот, то есть, каждый прием еды, это в готовом виде, все в готовом виде. Для тех, кто набирает и держит, это сейчас я сказала. По овощам остается все так же в норме. И по фруктам тоже самое. Здесь вас трогать не нужно. Изжога при тренировке. Скорее всего, потому что у вас может быть хронический либо панкреатит, либо гастрит. Когда мы тренируемся, у нас увеличивается кислотность. Кислотность очень сильно увеличит, поэтому подступает, говорится, изжога. У меня то же самое. У меня хронический панкреатит. И бывает во время силовых даже лентарных тренировок, когда работаю с весами. Когда еще бывает обострение у меня больше, то бывает, изжога начинается. Я принимаю рейни. Если я знаю, что у меня, к примеру, какой-то период обострения панкреатита поджелудочный идет, я сразу перед тренировкой принимаю рейни, и нормально происходит все. Так, почему протеин изолят соевый или яичный? Сывороточный можно? Сывороточный, во-первых, потому что очень быстро усваивается, а нам нужно, чтобы он переваривался определенное количество времени. Потому что яичные, соевые, они перевариваются в течение до 5 часов усваиваемости идет. Сывороточный – это быстрый, как говорится, белок. Он потребляет его сразу же для того, чтобы восстановить энергию, то есть в топку все кидает. Поэтому желательно для того, чтобы заменять один прием еды, это соевый или яичный выпивать. На холодильнике мигает. Вас тоже он загипнотизировал? Это магнитик. Нет, у вас четмила никакого не будет. Про вакуумные сауны я уже говорила, что нежелательно вакуумные сауны никакие. Особенно если у вас идут всякие обвертывания, не делать. Вы будете в своих токсинах плескаться. При варикозе можно силовые на ноги? Можно, но желательно с оттоком крови, то есть чередовать суперсеты вверх-вниз. Муж оценил изменение очень хорошо. Фунчозу? Нет, нежелательно. Что завтра скушаете сколько, я вам скину пост. Магнитик. Я как маньяки. Нет, конечно нельзя. Кто на оборе жарен, тоже нет. Вы что, никакого жареного? Вообще все это жареное, все это токсичное. Сколько можно молоко-воды? Ну, молоко-воды можете с утра в кофе добавлять, протеин разводить. Вены вздулись на руках. Значит, может быть, это, как там, кровь очень густая может быть, и сосуды не справляются с кровообращением. Может быть, из-за этого вздуваться вены. Переловку пшеницу нет, нельзя. С кишечником беда. Что именно с кишечником? Рита, а тем, кто мышечную массу не хочет потерять, а жир чуть ушел, завтра нужна разгрузка. Ну, смотрите, если вы чувствуете себя комфортно, то можете не делать разгрузку. Вот, а для тех, кто хочет похудеть, нужно сделать разгрузку для того, чтобы организм пережег те запасы углеводов, которые в нем еще есть. Вот, в топку кину. Больше овощей можете кушать, чуть больше овощей, только не налегайте на томаты. Тоже задерживает воду немного. Макароны будут у вас на следующей неделе из твердых сортов. У нее гликемический индекс другой. Обруч похудеть? Да ну нет, на самом деле. Сколько я уже в практике встречала девочек с обручами, нифига он не помогает. Морскую капусту можете немножечко добавлять. Шпинат свежий именно в своем соку можно, да. Объемы уходят, а пузо торчит. Но ты подожди, что ты хотел? Сразу, чтобы пузо уходило. Пузо самое последнее, это самое тяжелое. Вы что думали? Раз, два и все. Два притопа, три прихлопа, недельку посидели и вы все. Вуаля, красотки! Да здрасте. То есть, подождите, мы сидим годами, нажираем это все. И тут раз мы хотели за один день, все. Ох, молодцы! Вино сухой, бокал можно. Рыхлые ноги живо. Что делать? Питание и тренироваться. Враску завтра что есть? Что враску? Чего враску? Не поняла. Здравствуйте. Рост что, 60, вес 50. Да ты и так малышка уже. Уменьши порцию белка, тебе уменьшить сразу же, если у тебя вес 50. Куда ты ходить? Честно, не поняла вообще, куда ты ходишь. У тебя, естественно, тебе белок надо уменьшить. Употребление белка у тебя на 50, вес 50, у тебя, ой, у тебя грамм 60 белка за один прием еды только должен быть. И углеводов у тебя также. Хорошо, грамм 70 в сутки. Грамм даже 60 в готовом виде, ой, в сухом виде. Потому что и так маленькая, извините. Я же не думала, что те, кто весит в 50 килограмм, еще хотят еще худеть. Вы что, вообще что ли вы в анорексию хотите превратиться? На домашку сил нет. Я представляю, девочки, да, тяжело. Я вас прекрасно понимаю. Ушки на ногах со временем уйдут. Надо заниматься просто. Сладкая охота, я вас прекрасно понимаю. Прекрасно понимаю. Смотрите, если очень хочется сладкого уже прям, прям вот, ну, очень хочется, умирайте. Один батончик я вам разрешу в неделю чисто разгрузиться. Вот такой вот батончик, один какой-нибудь протеиновый возьмите в спортивном магазине. Прям вот, чтобы у него содержание сахара было вообще на минимуме, а лучше, чтобы вообще не было. Либо, смотрите, вот я вчера вам сфоткала, вот миндаль, кокос. Это то, что источник полезных жирных кислот, да, и он сделан на стивии. То есть без сахара. Вот такую штучку, вместо, к примеру, орехов, вы можете две чайные ложки, к примеру, за кофе скушать. Вкус напоминает, знаете, что халву. То есть две штучки, она довольно-таки, ну, сладкая стивия, она сама по себе очень сладкая. Поэтому может заменить вам, ну, хотя бы чуть-чуть разгрузить вас от сладкого. Конечно, если вы 50 килограмм весите, понимаете, я-то давала рацион, опираясь от веса-то среднего, а не от 50 килограмм, что вы будете с 50 килограмм еще ниже худеть. Ха-ха, конечно, вам надо меньше. Ну да, вот те, кто, например, пьют протеин, сладкого не хочется, потому что он настолько сладкий, что вот так вот. Сколько белка написано у нас за один прием? Столько стручковой фасоли можно, прям взвешиваешь, и все, ничего страшного. Масленица впереди, блины можно? Да, конечно, жрите масло, жрите блины со сгухой, прям заливайте ее. Конечно, зачем мы на питании сидим, оно же нам не нужно. Халву не можно. Мед только чайная ложечка с утра. Арахисовую пасту, вот если вы возьмете только в спортивном магазине, арахисовую пасту, сделанную не на сахаре, а на стевии, понимаете? Я вот взяла миндаль-кокос попробовать, но там есть и арахисовая паста, вот. Это как раз будет источником полезных жирных кислот, вместо, к примеру, орехов. Вот, можете с утра и ложку заточить. Со стевией можно, это же не сахар, да. Сгуха, да. Совсем малюсенький горького шоколада с утра можно с кофе выпить. Прям вот маленькая плиточка вот такая вот можно. Утром можно. Нет, это вопрос из странных. У меня скоро глаз вот так, вот так вот дергаться будет. Ну просто на самом деле я очень, очень хочу вас научиться правильно питаться и немножечко перестроить ваше сознание к правильному питанию. Потому что, конечно же, мы в своей повседневной жизни привыкли есть вот, ну вот как есть, да. Да, с утра съели там тостер съели, да, там здесь творог съели, здесь два яйца съели, а вот отлично, вот вроде правильно питание и поели. А потом все равно проблемы начинаются, да. То есть у нас начинается нехватка аминокислотных, нехватка витаминов. Почему? Потому что мы, как говорится, продукты подбираем совершенно не те. Про рацион на следующей неделе я уже рассказал. Белко-углеводное чередование и посты я буду каждый день вам скидывать, что вам кушать на следующий день. Я как обычно закупаю все продукты. Все те же самые, гречи, рис, крупы, вот, мясо, овощи, фрукты. Горький шоколад на стевии, ой, вообще интересно. Как питаться после диеты? Уже поддерживать питание. Поддерживать, поддерживать лично от себя, опираясь от своего собственного веса тела, рассчитывая для себя лично. Вот, и уже на поддержании. Поесть. Можно погрызть орешки, чернослив. После диеты хочется поесть. Можно, смотри, кушать за час до сна. Если ты, к примеру, в течение дня свою норму орехов не съела, значит, ты можешь, конечно же, съесть за час до сна, покушать, свесть, например, свою порцию орешков, да, докушать. Скушать можешь какой-нибудь кусочек белковый, например, омлет можешь скушать, белковый омлет с овощами. То есть, за час до сна можно кушать. Вы что там, голодаете-то совсем? Великий пост. Те, кто на посту, конечно же, убирайте мясо. То есть, я же не могу вам запретить. Коллаген и глюкозамин и хондроэтин необходимые компоненты для восстановления хрящевой ткани и суставной ткани, как сказать. Все, что относится на восстановление суставов и его поддержание жизнедеятельности. Чернослив, одну-две штучки. Орехи, порцию, которую вам необходимо в сутки съесть. Если вы утром не съели, значит, можно вверх. Почему протеинозалят, соевый или яичный, сыворочный? Можно? Я на этот вопрос уже отвечал. Вы что, вообще не слышите? Рис желательно длиннозерновой. Длиннозерновой, потому что он все-таки не комкуется. И когда вы... Он все-таки более зернистый, так сказать. И когда вы кушаете, он вот таким вот камнем, вот так вот, в кишечник не падает. Можете заменить на соевое мясо, понимаете? Сколько грамм в день должно быть белка? У каждого своя суточная норма. Не можешь спать от голода. На самом деле, когда мы сидим на питании, малышня, у нас организм постоянно... Особенно мы когда придерживаемся к питанию, у нас же обмен веществ ускоряется, да? И получается, что у нас постоянно есть легкость. У нас нету перегруза определенного, да? Который бы, как говорится, нас склонял ко сну. Наверное, вы замечали, что иногда, когда мы вечером нажремся, да? Мы так сладко спим, аж слюни пускаем, да? А когда у организма нету того, что он хочет, да? То есть вы не даете им, и он капризничает. Естественно, мы спать не ходим, у нас состояние бодрствования, потому что организм, кишечник не перегружен. Да еще, конечно, конечно, я, мои хорошие, я сохраню эфир. Сказала слово, мои хорошие, у меня аж плохо стало. После 40 лет сложнее накачать мышцы? Ну, как сказать, сложнее накачать мышцы? Опять же, все зависит от физиологического предрасположенности. То есть твоей конституции, твоего тренинга, как ты будешь питаться, очень много нюансов. Ну, конечно же, строительство, уже синтез белка уже, конечно же, идет более медленный, не такой быстрый, нежели, ну, как сказать, в 20-25 лет, когда, наоборот, организм еще идет растущий. Вообще, очень часто уже хочу кушать. Вот хорошо, значит, метаболизм ускорился. На ночь, утром, как в Европе, конкурс на самый тупой вопрос. На этом розе. Одна про разгрузочное день, что завтра разгрузку употребляем. Девочки, я все скину. После эфира я же сказала, я скину пост. Я теперь в течение двух недель, пока мы будем сидеть на белково-углеводном чередовании, я вам буду скидывать каждый день рацион питания. То есть, чтобы вы не запутались, потому что иначе перепутаете, когда углеводный день, когда белковый день. Понимаете, чтобы вы не путались, я вам буду постоянно скидывать. Да, вы на самом деле малышня. Вот малышня, потому что вопросов очень много. Мама, а почему солнце светит ярко? Да, мама, а почему птички летают? Винегрет с горошком, но без картохи. Можно. Самый тупой. Если вы хотите прям вот подсушиться, да, хотите сбросить вес, качество тела лучше, конечно же убрать лучше молочку. Чтобы ничего пока воду не задерживало. Те, кто на грудном вскармливании, вы кушаете, вы в рацион употребляете творог, не меньше 100 грамм в день. То есть, 100 грамм в день достаточно будет. Да, вы у меня и герои, и засранцы, и малышня. Вот, понимаете, вы маленькие засранцы. Вот. Физюки. Как замедлить метаболизм? Потихонечку увеличивая рацион питания, нормы, порции, потихоньку. Это со временем увеличится. Вот. Потом урезать количество приемов в день. То есть, например, мы кушаем, например, 5-6 раз в день. Порции увеличиваем, увеличиваем. Как только дошли до определенного пика порции, мы начинаем убирать приемы. То есть, мы объемно кушаем раза 4, да, в день уже. И метаболизм начинает замедляться потихонечку. А тренироваться и строго паститься не вредно будет? На самом деле, девочки, ну как вам сказать, вредно в нашей жизни практически все. Мы даже дышим воздухом вредным. Все, что мы не делаем, так сказать, все будет как-то сказываться и как-то влиять на наш организм. Вот. Многие задают вопрос, а не страшно ли посадить сердце? А начнем с того, что сердце мы сажаем в любом случае. Даже от ожирения мы сажаем сердце, понимаете? Вот, от всего. При беременности можно питаться по меню для худеющих. Так, те, кто беременны, нет, у вас рацион должен быть на поддержании веса. Вы должны кушать нормально. У вас не ограничен, вам и молочка нужна, вам все нужно. Киви можно, да. Маленькие героические засранцы. Да-да, маленькие героические засранцы. Да, булгур очень вкусный, на самом деле, мне тоже очень нравится. Но я еще чечевицу очень люблю. Да, можно. Соевый соус, да, можно, да. Но булгур тоже, на самом деле, у меня не часто встречается. Мне, чтобы булгур, к примеру, купить, мне надо ездить в магазины, в ленты такие большие. Ну, смотрите, пшеничку лучше булгур. То же самое, господи. Ну, смотри, как начать пить воду, да, тоже один из хороших методов. Смотрите, вы, к примеру, в день ставите, например, чашку с водой, да. Вот небольшую, небольшую только чашку с водой. Не вот, не банк там. Чашку с водой поставили на стол. Вы за час, вот, к примеру, должны вот эту чашечку небольшой воды выпить. Выпили, поставили, налили снова. То есть вы дисциплинируете себя, чтобы каждый час, к примеру, должны выпить маленькую чашечку воды, да. И то есть постоянно пьете. Если, к примеру, вы не выпили, вам надо будет выпить за следующий час два стакана воды, понимаете. И постоянно, постоянно, так каждый день делаете. Перетреновалась, как восстановиться. Здесь только отдых нужен. Руки сохнут, а смотря вы на что, конечно, будет у вас все сохнуть. Из киви, брокколи и банана. Отличное. Я такого не пробовала, честно. В Ашане продают булгур. В Ашане, да, продают. Молочку особо нельзя, девочки. Ну, раз в день уж можно, ешьте. Я уж смотрю, вы прям умираете все. У вас, наверное, приучила себя пить воду. Ну, вот видишь, кто как, кто вот как находит свои, то есть такие, как сказать, фишки для того, чтобы приучить себя к чему-то. Кожа сохнет. Почему? Не хватает жиров. Вы, если сидите на питании, на похудении, естественно, жиров мало. Вы высыхаете, вода уходит, воду теряете. Вам необходимо потреблять полезные жиры. То есть вот жиры, либо орехи. Вот, если уж совсем сохнет кожа, то с утра начните пить льняное масло, либо кунжутное масло. Одна или две чайные ложечки на голодный желудок выпивать. Шпинат можно с утра. Пендели. Йога норм заходит. Твои треники прям тяжко после родов. Не приду в себя. Пендели тебе. Интересно, как тебе пендели-то дать? Пошла, встала и тренируйся. В чем проблема? Третий раз спрашиваю, можно ли две таблетки ЛИПО-6 два раза в день для лучшего эффекта принимать? Можно ли... Сразу скажу, ЛИПО-6, две таблетки два раза в день нельзя. Нельзя. Вы что, вы думаете, если вы больше дозировку будете делать, будет лучше? Не будет лучше эффекта. Не будет. Еще раз повторяю. И можно ли принимать ЛИПО-6 с Алькарнитином? ЛИПО-6 с Алькарнитином можно. Это разные вещи, они никак друг на друга не влияют. Вот. ЛИПО-6. Максимум дозировка. Две таблетки утром после еды. И за 30 минут до тренировки. Понятно? И то, и до 6 часов. Еще у нас есть времечко. Две минуты. Аж две минуты. Пивище можем выпить и 5 литров за 2 часа. Да, 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 да. Вот реально, вы заметили, что пивище вы можете за 1 час выпить 5 литров, да? А воду вы выпить не можете. Понимаете? Стакан за час, стакан просто воды. Не можете вот перестроить. Это психология. На самом деле, это... Все работает психологией, девочки. На самом деле, все это наша психология. Наше отношение к чему-либо в жизни. Почему? Потому что мы привыкли жить по одному образу определенному, да? То есть в одной манере, в одном быте, да? И тут раз что-то происходит, это надо менять. А вы не привыкли, потому что у вас уже все устоялось. У вас уже все в режиме, в таком, как у вас есть. Естественно, менять что-либо, включать, выключать из своего рациона, из своего режима дня, это тяжело, конечно. К этому надо перестраиваться. Перестраиваться. И у всех уходит разное совершенно время для того, чтобы перестроиться. Особенно на питании. Особенно питание. Потому что что? Питание – это наша жизнь. Это наше настроение. Это наша работоспособность. Вот. Что? Жатань, как ночью жечь? Ночной сменой у человека часа. Если ты днем спишь, значит, у тебя организм уже перестроен должен быть. То есть кушай так же, как необходимо кушать. Каждые 2-3 часа. Не имеет значения. Ночь, днем. Получается, ты вечером работаешь, у тебя идет активность максимальная. Вечернее время. Получается, если днем ты, получается, спишь. Значит, кушай так же, каждые 2-3 часа. Только у тебя вечернее время будет. Какое авто? Мазда CX-7. Фью магний, омега и опти-вума. И такая сонливость. Прямо шарики закатываются. Но это... Почему? Во-первых, питание. Еще не перестроился организм. Питание может еще сказываться. Вот. Потому что нехватка тоже колоража будет идти. Плюс, если выполняешь все физические упражнения, нагрузки. То есть, идет очень большой физический расход. Вот. Так. И БЦАшки еще включи. Если пьешь магний, омегу и опти-вум, БЦАшки включи еще. Чтобы восстанавливаться быстрее. Естественно, девочка, когда вы сидите на питании, вы сохнете, вы высушиваетесь. Естественно, желательно тоже принимать дополнительные витамины. То есть, помогать организму и обогащать его также витаминами. Какой вес мужу на руке? Здесь оптимально подбирайте веса. Подбирайте веса такие, с которыми вы можете выполнить полностью количество повторений, выдержать всю тренировку. Кто новый колор? Соевое можно. Куриные желудочки можно немножечко. Не перегружайте тоже себя ими. Нет, надо. По-любому кто-нибудь из вас да поджирает. Я же вас знаю. Вы шкодники еще те. По-любому поджирайте. Я же прекрасно это знаю. А знаете, откуда я могу знать? Ваши результаты покажут, кто жрал по моему питанию, а кто не жрал. Поверьте, у меня глаз уже за 13 лет наметан очень сильный. Когда мне мои подопечные на персональном тренинге иногда присылают фотоотчет, говорят, вот, Рит, я питалась. И я сразу же говорю, а теперь ты мне честно говоришь, как ты питалась. И тут вот начинается волшебство. А тут мы подожрали. А тут мы не дожрали. Понимаете? Вот, я прекрасно это все вижу. Откуда я это знаю? Потому что мы – это то, что мы едим. И наше питание будет непосредственно сказываться на нас. То есть, если это не вес, то качество тела ваше вы будете однозначно меняться. Можно ли, нельзя ли пост о питании сразу на неделю? Нет, нельзя. Знаешь, почему? А потому что я сейчас выложу на неделю, и все равно каждый день все будут спрашивать. Рита, а что есть? Понимаешь? Поэтому я буду вам скидывать в день, когда вам что нужно есть. Время. Да, сейчас все будет. Бока не уходят. Бока. Ты подождите, что я захотел, чтобы за неделю все ушло, у вас животы ушли, бока втянулись, уши улетели куда-нибудь, да? Нет, не вредно. Я всю жизнь запиваю водой. Прекрасно себя чувствую. Питаться, когда, если заболел, так же старайся питаться. Постарайся кушать все равно. Жирные. Ждите, девочки. Все нужно, все нужно время. Вы кушали и набирали это годами. А хотите избавиться за одну неделю или за полмесяца? Такого не бывает. Это то же самое. Вы вот жрали, жрали полный состав вагона. Говнище, да? Вот я так выразлюсь. А теперь вот этот вагон, вот эти мешки полной вагона. Сами просто берите и выгружайте. Я посмотрю, за какое время вы эти мешки и этот вагон опустошите. Уйдет очень много времени и очень много сил. Это в первую очередь. Ну что, немножечко пообщались. Но я все равно увидела, что многие справляются с питанием более-менее. Ну что, эфир подошел к концу. Сейчас я выложу питание на завтра. И теперь каждый день я буду вам выкладывать питание, что, как кушать. Готовим также весы. Ну что, а мы с вами перейдем уже на следующую неделю. Я всех люблю, целую. И сил вам, понятно? Держитесь! Все будет!